и выход из этого всего вот пока не пришло понимание а это было очень сложно это как бороться как дон кихот бороться с мельницами мягкое понимание и воспитание в себе что все равно что-то хорошее в моей жизни есть и долгая работа над собой больше чем пять лет я себя воспитывал что нужно радоваться погоде что погода это хорошо что люди это хорошо что каждый имеет право там быть вредным или невредным главное что я этого человека люблю и обожаю главное что мы живы и главное что есть что есть и главное там в чем я одет и главное что сегодня проснулся просыпался говорил да неважно что у меня болит главное что проснулся могут не проснуться понимаете и вот плавно и себя научил радоваться сейчас это происходит уже само по себе что бы не видел как бы не происходило все приносит хоть чуть-чуть элемент радости дети радуют близкие плохие настроения радуют хорошее настроение радует позитив вот в этом состоянии ей живу ругаемся ли мы или нет это не имеет значения я объясню почему можно ругаться и ненавидеть а можно ругаться обвинять у меня такое бывает я могу отругать и поцеловать понимать почему такой мир так оно все устроено я не полиенко александр который живет по принципу я фригидный мужчина я дуйко а я живу как мне хочется я живу как мне хочется это проявляется в том что если нужно там кого-то отчитать я читаю и не буду избегать возможности там промолчать поэтому если у меня охранники или сторожи или производства я могу позвонить и сказать вашу мать давайте мне там то-то то-то вот так и могу и похвалить и сказать спасибо я это вижу знайте что я обращаю на это внимание и мне нравится то что вы это делаете я так живу понимаете я не фригидный мужчина как александр польенко потому что переводить все в то что нужно быть абсолютно меланхольным так не может быть мы не такие люди нам надо и вот это и надо и вот это мы должны быть и такими и такими у нас же две стороны у нас и тестостерон и эстрадиол понимаете они борются но на первое место все равно ставлю элемент быть все равно добрым человеком я не хочу убивать я против войн я не хочу чтобы люди распадались я за то чтобы было созидание чтобы поля росли чтобы леса жили чтобы солнце светило чтобы дети росли чтобы чужих детей не было чтобы бедные бабушки получающие тысячу там 200 гривен пенсии могли как-то выживать чтобы им дети помогали и так далее но какая у нас миссия мы же не можем ничего понимаете мы не можем там становиться политиками мы не можем становиться президентами мы не можем становиться кем-то наша политика это высокий духовный рост мы стремимся изменить себя для того чтобы окружающие люди брали пример мы стремимся мы стремимся кем-то